В Саранске судебно-медицинский эксперт продавал информацию об умерших ритуальным агентствам. Следствием и судом установлено. С февраля 2022 по март 2023 года фигурант уголовного дела сообщал представителю ритуальных агентств конфиденциальную информацию о смерти граждан и месте нахождения их тел. За каждое подобное сообщение он получал денежные вознаграждения от полутора до пяти тысяч рублей. Всего таким образом им было получено 36,5 тысяч рублей. Денежными средствами фигурант распорядился по собственному усмотрению. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере трехкратной суммы взятки и лишением права заниматься экспертной деятельностью в учреждениях здравоохранения на полтора года. Нелегальных мигрантов И выяснилось, что мужчины ехали через Мордовию транзитом из Московской области в Узбекистан. И среди них оказался нарушитель. 23-летний молодой человек не выехал за пределы России по истечении определенного срока пребывания. За него наказание получил и водитель. Согласно закону, он не имел права предоставлять какие-либо услуги незаконному мигранту. По результатам рассмотрения административных дел судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Пассажиру в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. 36-летнего руководителя интернета магазина из Саратова будут судить в Мордовии за преступный бизнес. В 2022 году мужчина вступил в организованную группу, которая занималась сбытом запрещенных веществ на территории республики и соседних субъектов. Вместе с соучастниками «Саратовец» забирал из тайников крупные партии разных видов наркотических средств, которые находились в Москве, Московской и Пензенской областях. А после расфасовки распределяли в тайники на территории разных регионов. 15 августа прошлого года после организации закладок в Саранске фигуранты были задержаны оперативниками УНК регионального МВД. В ходе личного досмотра у обвиняемого был обнаружен 21 сверток с эфидронов, который они также планировали сбыть. На съемной квартире оперативники изъяли оставшийся товар общим весом более 1 килограмма. Кроме того, полицейские обнаружили наркотик ЛСД со слов задержанных для личного потребления. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается. Автомобильный аферист продал чужую машину почти за 300 тысяч рублей. На уловку мошенника попался житель Рамадановского района. 28-летний автовладелец выставил свою «Ладу-гранту» на продажу на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время с ним связался незнакомец и сказал, что готов купить машину. Попросил прислать фото ПТС и убрать объявление о продаже. Как будет установлено в последующем, злоумышленник, имея на руках документы на машину, уже от своего имени разместил информацию о продаже «Лады», указав личный номер телефона. В результате объявлением заинтересовался житель Пензенской области. Во время разговора аферист прияснил, что машину ему покажет его знакомый. И если все устроит, деньги покупатель должен будет привезти на указанный им счет. После этого он связался с настоящим продавцом и сообщил, что за автомобилем приедет его товарищ. После чего он переведет ему 297 тысяч рублей. Покупатель приехал в Мордовию и после осмотра машины через банкомат перечислил деньги на счет злоумышленника. И только после этого мужчины поняли, что стали жертвами мошенников. Правоохранители разыскивают всех причастных к преступлению. Уголовным делом обернулось незаконное хранение оружия для 51-летнего жителя села Кулдым Старошайговского района. Однозарядная винтовка 1946 года выпуска, относящаяся к гражданскому нарезному огнестрельному оружию отечественного производства. И охотничье ружье-карабин с нарезным стволом обнаружили полицейские в сарае у мужчины. Со слов мужчины, до 2012 года оружие принадлежало его отцу. После его смерти винтовку и карабин обвиняемый оставил у себя. При этом мужчина осознавал, что он не имеет права на их хранение без соответствующего разрешения. Согласно результатам экспертизы, изъятая винтовка изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Житель Саранска украл мобильный телефон у 8-летней девочки. Она случайно оставила его на остановке. Гаджет увидел 49-летний мужчина и забрал себе. Он понимал, что совершает преступление, потому не сразу решил продать, а какое-то время просто хранил у себя. А потом продал знакомому за 5000 рублей, умолчав о том, каким образом у него оказался этот смартфон. Полицейские установили и покупателя, и вора. В настоящий момент расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фигуранта следственным отделом отдела полиции номер 3 ОМПД России по городскому округу Саранск, по признакам преступлений, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодка с Российской Федерацией, кража, продолжается. После проведения необходимых следственных действий похищенный мобильный телефон будет возвращен владелец. В Лямберском районе разыскивают Алтынова Ивана Сергеевича, 1973 года рождения. Мужчина зарегистрирован в Зубово-Полянском районе. В сентябре 2023 года находился в Лямберском районе у знакомой. Ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Всем, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении Алтынова Ивана Сергеевича, просьба сообщить по телефону 38-59-56. Субтитры создавал DimaTorzok